Отказ от поставки мистралей. Финансово-политическая эпопея, продолжавшаяся почти год и закончившаяся подписанием соглашения, согласно которому Франция выплатит России почти миллиард двести миллионов евро. Главный вопрос, как можно вести отношения с государством, для которого интересы США важнее собственной репутации. И вот несколько цитат французских политиков, которыми изобилует сегодня местная пресса. Какой стыд! Чего стоят обещания Франции, если по щелчку из Вашингтона, Берлина и Варшавы мы в один момент теряем свою независимость? Алан сдался. И сегодня день траура по нашей независимости. Даже в 70-е Париж находил возможность, причем, как тогда говорили, для балансировки мирового порядка, продавать свои вооружения и Анголе, и Никарагуа. А сейчас уже Индия отказывается от покупки истребителей «Рафаль». И, как полагают эксперты, это только начало. Но не мистралям единым, что называется. К потерянному от непродажи вертолетоносцев миллиарду прибавились 750 миллионов евро, которых за последний год недосчитались французские фермеры. Российский рынок, это примерно 15% экспорта для них, теперь потерян. Требования правительству повысить субсидии на сельскохозяйственную продукцию ни к чему не привели. Предложенная властями сумма не покрыла и половину потерь от эмбарго, введенного Москвой ровно год назад. Даже в эпоху Холодной войны Европа пыталась оставаться в стороне от противостояния между Соединенными Штатами и Советским Союзом. И на то была главная причина – независимые от Вашингтона европейские лидеры. Теперь ситуация совсем иная. Национальные интересы уступили место геополитической конъюнктуре. Причем подобная тенденция наблюдается даже, например, в Великобритании, в стране-форпосте Соединенных Штатов в Европе. О чем моя коллега Лиза Герсон. Великобритания в силу своего островного положения всегда надеялась, что общеевропейские проблемы ее не коснутся, что они не смогут пересечь санитарную зону Ла-Манша. Однако российские санкции пересекли пролив и затронули жизнь не только в столице, но и в глухих деревнях, где нет мобильной связи и с перебоями дают Би-Би-Си. На крупнейшей в Англии сыроварни Вайк телята растут в любви, но с неясными перспективами на будущее. Этой весной их родилось тысяча, и всех надо трудоустроить в течение года. Владелец фермы, сырный король Британии Ричард, говорит, что за последние 150 лет ведения бизнеса до полей в графстве Сомерсет еще никогда так явно не доходили волны общеевропейского кризиса. Мы надеялись, что в ближайшие пять лет Россия станет нашим крупнейшим рынком сбыта. Однако, когда Россия ввела ответные санкции, для нас это стало огромным ударом и разочарованием. Победный флажок на карте дистрибуции все еще приколот к Москве. Запрет на вывоз английского сыра в Россию случился так внезапно. Сегодня чеддер рассылают по всему миру, вплоть до Фолклендских островов. Но Фолкленды практически необитаемы, одной головы хватает на все острова. А на Россию со 150-миллионным населением здесь были большие планы. Теперь остается самим есть чеддер. На завтрак обед и ужин. Лиза Герсон, Борис Халфин, Вадим Глузкир и Борис Фильчиков. Телекомпания НТВ. Графство Сомерсет, Великобритания, Брюссель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова